Всем привет! Я снова приехала к Павлу Андреевичу Денищуков, клинику Анны Космы, потому что у меня есть по поводу ринопластики большие сомнения. Нет, с ринопластикой все в порядке, и пациентов на ринопластику такое ощущение по социальным сетям, что все больше и больше и больше. Но! И у меня, честно говоря, закралось подозрение, что люди справляют нос не только потому, что он большой, не только потому, что он с горбинкой или без горбинки, или еще что-то с ним не так по эстетическим показаниям. Есть ряд пациентов, которые приходят на ринопластику уже вследствие изменения и модернизации своего лица. То есть сделали губы, стала больше заметна вот эта область и стало больше внимания на нос. Сделали там что-то с лицом, допустим, филеры или же нити или еще что-то. То есть как-то поменялось лицо, хоп, и форма носа уже стала не устраивать. И получается, что какая-то такая, знаете, ненормальная цепочка. То есть делая одно, ты уже становишься клиентом заведомо на другие процедуры или даже пластические операции. Поэтому я снова приехала к Пау Андреевичу Денищику, пластическому хирургу, мнению которого доверяю, у которого огромный опыт, 20 лет практики, у которого в принципе-то на канале, если вы еще не были там, я вам рекомендую, заходите, посмотрите. Есть тысяча и один ответ. Но все же, вот такой вот шкурный вопрос. Какие процедуры в дальнейшем сделают вас клиентом пластического хирурга по ринопластике? Давайте будем уточнять. Пау Андреевич, есть у меня подозрение, как у блогера, что некоторые процедуры манипуляции с лицом так или иначе приведут к ринопластике. Если так поверхностно сказать, то я понимаю, что, например, если очень сильно увеличить губы, то нос кажется уже каким-то опущенным, и расстояние между губой, а некоторых пациентов так это гротескно сделано, не эти губы, что буквально верхняя губа касается кончика носа. Кажется, что носа лишнего. Да, что тогда это не нос нужно трогать, тогда нужно восстанавливать форму нормальной губы. Нос это очень серьезная тема, чтобы оставить гротескную губу, а корректировать нос. Это нонсенс. Кто может быть подвержен в будущем вот такого плана операции? Я так вижу два момента. Первый момент это травма носа, к сожалению, от которой мы не застрахованы. Когда есть травма носа, во-первых, он не дышит, а во-вторых, он еще и скривлен. Там его тоже нужно делать и внешний нос, и внутренний нос. И второй момент это возраст, который, к сожалению, тоже не улучшает наш нос, потому что все опускается, все теряет свою эластичность. Говорят, что нос с возрастом растет. Он таки действительно вырастает? Ну, это чисто такое ощущение, потому что нос как отдельная единица, он действительно видно, что он удлиняется все время. Но удлиняются все ткани, к сожалению, они имеют тенденцию к опущению вниз. Как и грудь тоже имеет тенденцию все опускаться. И нос имеет такую тенденцию к опущению, и это очень как бы влияет на вид внешний. Я бы сказал так, грубо старит. Ну, это же баба-яга, вы помните, что с возрастом делается с этими носами, к сожалению. Я, когда делаю им налаживающие операции, обязательно рекомендую для пациентки поднять, укоротить вот этот носик. Небольшой объем. Это очень такой важный момент. И вот это в основные пациенты, которые могут в будущем задуматься над тем, что им нужна эта операция, если на сегодняшний день, например, они особенно и не видят. Какой еще? А если делали филером нос, тогда они для себя должны определить. Хирург, который делал филер, он, как правило, должен перед тем, как вводить филер с пациентом, очень четко определиться, насколько она вот себя хочет изменить временным вариантом, или она хочет действительно это получить такой постоянный пожизненный эффект. Если это так, просто поиграться, увидеть, что это получится, тогда это филер. Классно это удерживать. Гиалуроновая кислота – это такой временный вариант. Это там полгода, год максимум. Более серьезный вариант – это препарат Реодиес. Это гидроксиапатит кальция. Он уже два, может быть, три года удерживает этот эффект. Куда он вводится вот этот эффект? Есть две точечки. Я, как раз, из двух точечек корректирую весь нос. Одна точечка в области кончика носика, одна точечка вот здесь в уголке. С этой точечки я формирую всю спинку. Выравниваю горбинки, неровности, всякие искривления могу выравнивать. Кстати, говорит, доктор, у меня горбинка, как я ее уберу? Не переживайте, я ее убираю как раз. Я ввожу над горбинкой, потому что если здесь горбинка, то здесь ямочка есть. Если знать анатомию, то здесь вот есть хрящи, две такие полосочки. Они здесь расходятся. Если вот под это расхождение я введу болью специально в такую точечку препарата, я сразу раз так вздергиваю это все. А если она все-таки решится, да, я хочу изменить, я хочу операцию, тогда да, это лучше делать операцию и не играться уже с филерами. Но еще один момент, который я бы хотел сказать, когда пациент может сам себе определить, вот что его ждет в будущем. Даже если молодая девушка может там в двух зеркалах посмотреть на себя. Моделировать, да. Моделировать, нет, вот в зеркалах посмотрят на свой нос, и он красивый, да, сейчас все нормально. И она смотрит на верхнюю губу, и вот эта колумела называют, вот эта штучка называется колумела, да. Вот эта, да, вот эта перемычка. Она смотрит, какой угол у нее между вот этой губой и этой перемычкой, колумелой. Так. Она смотрит, у нее вот как бы нормальненько все, а тогда нужно очень хорошо и резко улыбнуться. Эээ, так делать, эээ, да. И опять смотреть профиль. Вот этот угол у вас между губой и кончиком носа, колумелой, уже становится не тупым, как должен быть у девушки, там 105 градусов, 110 градусов, а он уже 90 градусов, уже даже и уменьшается. И смотрите, вот так нажимаете свой носик и смотрите. Ну, у вас хороший, упругий нос. Я вас порадую, у вас этот процесс будет длительный и не такой прогрессивный. А вот других, когда можно так посмотреть носик, вот так прижать носик, и он мягкий, как будто там вот нету ничего, опоры никакой. Как жилет. Вот. Тогда этот пациент, это кандидат для того, что у него будет максимальная такая тенденция к опущению этого кончика носа, потому что нету опоры. Кстати, эта проблема бывает у тех пациентов, которых оперировали раньше лорой, когда было затруднено дыхание. Они просто выбирали вот эту, как бы внешнюю часть перегородки, и нету опоры, и у них эта тенденция вот к такой проблеме намного больше. То есть, вот такие вот моменты пациенты могут сами там себе проверить. Если вот посмотреть на всех артистов там, в глянцевых журналах, вы все увидите, какие у них такие все-таки вздернутые носы. И это не зависит от возраста. Они очень смотрят за этим положением. Они его корректируют все время. Получается, вот этот маленький момент, он сразу же снимает возраст, да, вот частично? Обязательно, он сразу же делает носик более таким игривым и молодежным. Ну что, дорогие, я думаю, что ваш мир теперь никогда не будет прежним, признавайтесь. Вы тоже сейчас смотрели в зеркало, улыбались и мерили угол, потому что для меня это, честно говоря, открытием. Я понимала, что нос с возрастом растет, но что именно меняется, я не понимала. Теперь я буду ехать в метро, я буду рассматривать все носы людей в возрасте, людей молодых и представлять себе примерно, что будет с их носом. Пишите в комментариях, какие у вас получились изменения, какие выводы вы для этого сделаете. То есть, ваш сейчас носик взернный или нет? Я буду, кстати, теперь смотреть особенно внимательно за селебрити с различными публичными людьми и видеть, в какой момент они корректировали нос, корректировали Колумелу для омолаживающего результата. На сегодня все. Надеюсь, что данный ролик был вам полезен. Если так, пожалуйста, ставьте лайк. Обязательно переходите на канал по Андрейчу. Хотите сэкономить деньги на консультацию, понять, какие из пластических операций нужны, а какие не очень, там у него, на его канале, туча таких тестов. И увидимся в новых роликах. С вами была Анатольевна Перехова. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok